Боже, вы не представляете, сколько мы времени, когда еще запускали эту модель пилотную бриз, как долго мы садили на эту спинку ткани. Это был какой-то кошмар. Сегодня я пришел в гости к Элле. Она хозяйка. Ты, кстати, хозяйка. Я сегодня в этом прямом эфире покажу вам мебель, которую мы используем в своих проектах. В частности, сияние Аврора, вы могли ее наблюдать. Это замечательная кровать зеленого цвета. Она волшебная, я вам скажу сразу же. Я думаю, что ты просто все классно рассказала, все объяснила, цены показала, и народ пошел думать. Да, действительно классно, но готов ли я отдать столько денег за мебель? Готов или нет? Кстати говоря, очень справедливый вопрос, между прочим. Но это вопрос, как распределить бюджет по ремонту. Больная тема опять тоже для нас пошла. Мы же самые последние. Ниван в конце покупают с кроватями. Нет, вы не самые последние. Самые последние это шторы. Шторы, наверное. Ну вот шторы и мягкая мебель. Текстиль. Нет, мягкая мебель, извини, там надо на что-то лечь и на что-то сесть. То есть это не самые последние. Ну я знаю, я делаю интерьеры, поверьте. Так вот, к вопросу распределения бюджета. Смотрите, как можно строить дизайн? Можно впилить деньги во все самое красивое, в плитку, обои, там светильники. Ну в общем во все подряд. Будет красота неписуемая, но такой небольшой винегретик, по моему мнению. Я все-таки считаю, что наша задача и как дизайнеров, ну и как вас, как клиентов, все-таки определить, что же главное в вашем интерьере. И где мы будем вообще концентрировать свое внимание. Вы знаете, если это картина, я не знаю, там Ван Гога, ну очевидно, что мы должны на ней сконцентрировать все внимание и плевать, какие там стены будут, панели, не панели. Согласна. А если это общение, вообще главная история в вашем доме, то возможно это диванная группа, которая должна быть красивая, удобная, комфортная, вокруг которой строится вообще вся коммуникация в этой семье, правда ведь? А значит она должна быть красивая и удобная. Это ваше тело в первую очередь, да? Да, конечно. Даже в кухню бывает, валивают какую-то огромную сумму, да? Я не против кухни, я вообще сейчас не конкретно про диваны, я говорю определить, что же главное. Это позволит распределить бюджет правильно. То есть мы выбрали главное, потратили туда побольше денег, а на все остальное, ну как бы уже немножко поменьше. И в этом плане и стены можно просто там покрасить, как это американцы, кстати, делают, они вообще любят все перекрашивать. У них даже... Костанки переезжают. Да, у них даже следы от кисточки видны, понимаешь? Даже там, ну, на стенах, то есть они вот так красят, они вообще не заморачиваются, они не выводят эти стены в идеальное, там, ровное, чтоб как яйцо было. Ну, это не нужно. И тогда становится понятно, если вы не потратили лишние деньги там на выравнивание стен, допустим, там лишние 200 тысяч рублей, а это дорого стоит, между прочим, выравнивание стен, ну, так возьмите за эти 200 тысяч и купите нормальный диван. Нормальный, на который сесть приятно, который пощупать приятно. Вот я сижу сейчас, щупаю диван. Диван. Я очень внимательно слушаю, да, я просто смотрю, что вопросы пошли. И это прикольно. Вот, ну, в общем, вам выбирать, дорогие друзья. Так, как вы относитесь, что в кровати встроенный матрас? Это как? Встроенный матрас, это, может быть, идет речь об вот этой вот американской системе, как в отелях, когда матрас отдельной конструкцией является. То есть он прямо стоит на полу, там прямо тоже небольшой каркасик есть, и дальше вот мягкие вот эти наполнители. И отдельно делается уже изголовье. Это, кстати, тоже такая, ну, частая история. Но мы никак к этому не относимся. Мне, как дизайнеру, это не нравится, честно вам скажу. Я почему-то не воспринимаю это. Ну, тут прям вообще от слова никак. Доставку в Европу планируете? Европа, на самом деле, это наша такая мечта, да, выйти на европейский рынок, но пока у нас поле непаханное российский рынок. Мы доставляем порядка, наверное, 32%, мы статистику подводили, мы осуществляем доставку по России. То есть 32% продаж нашей компании из Екатеринбурга мы доставляем от Калининграда, у нас уже география, до Владивостока. Нас даже, кстати, сравнивали с китайцами, говорят, типа, думали заказать китайский диван, или все-таки наши, все-таки наши выбрали. Молодец. Петюля. Но я думаю, что доставить в Европу проблемы не составит. Можно просто, да, посчитайте, все, да, 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 у нас есть ребята, с которыми мы сотрудничаем, мы же ткани из Европы возим, поэтому. Все равно обратно порожняком пойдут. Ну, контейнеры, я имею в виду. Ну, а что? А нет, от нас же везут уголь, газ и нефть, и лес. А сюда уже диваны, кухни. Да, и нашего железа. И продукты ГМО. Кстати, вот, мы тоже важную тему такую задели. Кстати, у тебя экологически чистые продукты использованы в изделиях? Ну, безусловно. У тебя ДСП есть в изделиях? ДСП присутствует. Ты формальдегидами травишь людей? Конечно. Все травят, и я травлю. А как вы хотели? Нет, ну, невозможно сделать. Ну, у нас требования, да, определенные. Давайте начнем с этого. Все, все, все. Для России, нет. Все, я бы не хочу, чтобы было бы все. Все, не хочу, чтобы было бы все. Все. Ну, требования к ДСП немецкого и ДСП нашего разные. Просто расслабьтесь, вы живете на Урале. Металлургия, суперэкология. Ну, нет смысла за ДСП, я вам точно говорю, заморачиваться. Вы хотите ее сейчас слушать? Ну, вот тебя хвалят, я думаю. Честность от производителя приветствуется. Спасибо вам большое, что вы оценили. Очень приятно, правда. А не поддались на мои провокации, значит, да? Ну, ладно. Особенно про ДСП, да? Так був. Про ДСП. Ну, ДСП это зло вообще. Мебель из ДСП, это вообще его не должно быть. Я согласен, что мебель из ДСП европейская, ну, в смысле ДСП европейского качества, это совершенно другое, нежели наше, которое производится на нашей территории якобы по их технологии. Ребята, туда такую смолу ляпают, что вы просто закачаетесь, а потом удивляетесь, что мебель пахнет в квартире, когда вы ее принесли и поставили. Зато она дешевле была. Ну, кстати, ДСП тоже, смотря какое, да, ведь? То есть, если дешевый, опять же, производитель, он будет из ДСП сделать дешевый, там, соответственно, уровень качества будет ниже. Если ДСП дороже, там даже ДСП отличается элементарно по качеству. Это очень важно тоже понимать. Опять же. Вообще, экология, важный вопрос. Экология. Это сейчас очень модный, я бы сказала, вопрос. Ну, он модный, потому что это необходимость. Очевидная необходимость. Глобальное потепление и все такое прочее. И мусор. Мы, кстати, тоже с этим уже столкнулись, да, ведь? С мусором. Ну, в смысле, не лично мы, а вот все события, которые происходят у нас в стране, в том числе, это вот ровно та проблема. Проблема экологии. Мы на это, к сожалению, пока мало внимания обращаем. А что, территория большая, можно поднасрать. Тут проблема же в том... Мы к себе плохо относимся. Так относимся, все верно. Потому что мы покупаем ДСП, ДСП плохого качества, мы покупаем мебель с ДСП, которая воняет и выделяет формальдегиды. Но почитайте, что это такое, и вы поймете, что с вами будет происходить через 10 лет или с вашими детьми. Оно вам надо. В этом плане лучше и киевскую мебель купить из натурального дерева. Ну, как бы, я так думаю. Понимаете? То есть двухспальную кровать лучше купить и киевскую из сосны, чем двухспальную кровать из ДСП. Ну, в любом случае, кромка и ламинация, они защищают, в любом случае, что формальдегида не выходит. Поэтому, как бы, напугаешь всех, все скажут, господи, ДСП, ДСП, ничего плохого прямо, что ДСП-то нет. Это плохо, это зло вообще, ДСП-то зло. Ну, не только же ДСП. Ну, ладно. О чем мы вообще тут говорим? Тут глобальная проблема на фоне России. Мы говорим о твоей мебели вообще. В любом случае, есть же какие-то определенные нормы, правильно, которые мы все равно учитываем. Какие нормы ты учитываешь? Ты нормы морали только учитываешь и собственной порядочности. Больше у тебя нет никаких норм. Какие у тебя нормы? Есть такая история. Потому что, если подчиняться нормам и СНИПам, не факт, что все будет по-человечью. Ну, да. Ну, что, дорогие друзья, понравился эфир вам или нет? Напишите, пожалуйста. Может быть, остались какие-то вопросы. Сейчас он уже просто закончится, потому что подошло время инстаграмное. Оно уже ограничено. Час и все. Да ладно. Ну, то. Ничего себе. Оно само выключается. Представляешь, мы час проболтали. Я еще что-то такое важное хотела сказать и забыла. А, нет, я про доставку хотела спросить. Да, да, да. Сказать в смысле. И сказала. Понравилась ли вам мебель данного производителя? One Mabel. Еще раз напоминаю, что это мебель, что очень здорово и меня очень, безусловно, радует, что эта мебель производится в России, производится на Урале. Более того, дизайн этой мебели придумывается здесь же нашими отечественными дизайнерами, выпускниками Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Да, я благодарю. Это вот она. Безусловно. Академию, свою, своих учеников. Сегодня я как раз читал лекцию перед студентами. Да? Да, и они вот такие, знаешь, немножко потерянные. Ну, как я, я такой же был. Я думал, господи, что же я буду делать после института? Да, ребят, вот что. Вариантов много. Вы можете прийти, придумывать мебель. Вот, кстати, Элла приглашала, пожалуйста. И вы будете участником, так сказать, соавтором или автором такой замечательной мебели. Это здорово. Ну, просто вот респект. Это здорово. Что, наконец-то, вот мы что-то начали делать. Да, это главное же желание, любовь к тому, что ты делаешь. На самом деле, она и рождает всю эту волшебную какую-то историю, да, красивую. Поэтому не видно, конечно, сколько труда, сколько проблем, с которыми мы сталкиваемся, да. Вообще, в принципе, производить, это не продавать. Это совершенно вообще другая история. А надо производство твоё снять. Давай оттуда эфир забацаем. Давайте. Обязательно с ними. С производства. Как там ходят в грязных халатах? Что вам внутрь диванов подкладывают? А что ты смеешься? Да, конечно, конечно. У меня есть товарищ, который занимается комплектацией. И он возит мебель из Китая, в том числе. И вот он снимал на фабрике, как внутрь дивана пихают всякое говно. Ой, я это сказал? В слух. Бумагу, тряпки, какую-то фигню. Зато стоят 100 долларов диван. Или дешевле даже. Ну, какие-то смешные деньги. Причём те же китайцы, за сколько заплатил, они могут и шикарно сделать. Да. Просто они очень умные ребята. Сколько денежек дал? Так в том-то и фишка. Ангар один, то есть производство одно. С одного угла всякий мусор, а с другого нормально как-то что-то делать. Да, так и есть. То есть тут никакого волшебства нет. Вы хотите запись сначала посмотреть? Ой, это вам будет дорого стоить. Я сегодня какой-то меркантильный. Мне что-то денег не додали, видимо, в этом месяце. Пиши номер карты срочно. Номер карты можно. Ну, будет сутки ещё висеть эфир в профиле, так что вы можете зайти и посмотреть в течение дня, в течение ночи и в течение завтрашнего утра. Напоследок, друзья, One мебель. Элла, прекрасный дизайнер. Я замечательный дизайнер, великолепный ведущий, я считаю. Просто. Браво, да? Браво! Спасибо. Ну, в общем, всем пока. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, что вы не только получили полезную информацию, но и немножко повеселились. Мы постарались. Все, счастливо, да пребудет с вами муза. Пока. Пока-пока.